У социального бизнеса женское лицо. Сегодня в Ульяновской области социальными проектами занимается 90% от общего количества женщин-предпринимателей. Так Анастасия Миллер в этой сфере с 2013 года. Первое ее детище – детский центр развития и фитнеса. С ростом юных клиентов и новыми запросами от родителей у психолога по образованию и роду деятельности появилась идея нового проекта многофункционального семейного центра. Здесь предоставляют разные услуги сразу несколько компаний. Главный девиз центра – не конкуренция, а партнерство. У нас самые разные услуги, начиная от фитнеса для детей и для взрослых и заканчивая там общим развитием работы с логопедами, с психологами, с дефектологами. И также у нас в том году появились партнеры, которые работают с подростками по программированию. Поэтому у нас перечень услуг, он растет и на нашем уже пространстве образовательном появляется все больше и больше. В прошлом году Анастасия получила поддержку от правительства. Грант на реализацию одного из проектов по работе с многодетными семьями. Финансовую помощь удалось получить за счет вхождения в региональный реестр социального предпринимательства. Также соцпредпринимателям дают льготные займы. Только в прошлом году за счет них реализовали 80 проектов на сумму 111 миллионов рублей. В регионе планируют расширить меры поддержки для социальных бизнесменов. Например, собственные процентные ставки по кредитам. Например, специализированные гранты, компенсирующие часть затрат при приобретении, допустим, из государственного или муниципального имущества этого объекта. О дополнительных мерах поддержки говорили на встрече соцпредпринимателей с губернатором Алексеем Русских. В первую очередь глава региона отметил рост этой доли бизнеса за счет новых и креативных проектов. Сегодня особого внимания требует соцбизнес, связанный с объектами детского оздоровления. Так, в лагеря необходимо инвестировать до 30 миллионов рублей. А в ближайшее время в регионе разработают дорожную карту по ведению социального бизнеса.